добрый час я с вами как всегда маргарита это идти школа успешных продаж я плюнула на все да и вот выбралась на улицу я выбралась на улицу и доехал до нашего залива то буквально тут 7 минут есть и но вчера был такой замечательный супер классный день а сегодня а сегодня холодно поэтому не знаю насколько нас ребенком хватит благо машина примут это не это вот это вот не наша машина наша машина в другом месте стоит давайте но картинка красиво это наш такой местный как бы пляжик конечно же если бы был это был солнечный супер такой классный день то народу бы здесь было много и я так могу представить что вчера здесь было огромное количество людей потому что было на самом деле очень тепло и хорошо и солнечно в этом видео я с вами отвечу на один из ваших запросов буквально на этой неделе огромное количество людей попросила объяснить так как делать и как поступать магазинам у которых много однотипных товаров и как им с этим быть итак как быть магазинам у которых много однотипных товаров например вы продаете например вы увяжите там носки либо у вас кофе кофе макс либо что-то такое да то есть браслеты браслет 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 и так далее то что вот с этим делать и что с этим быть помните в самом начале я говорила что магазины с однотипным товаром они продают гораздо быстрее и они продают гораздо лучше почему потому что у них в их основной тэг допустим woman socks да я недавно разбирала их основной тэг woman socks он будет а про ха протягиваться на протяжении всего их товара да то есть там у них будет 60 носочков и вот в этих 60 носочках будет присутствовать их основной тэг woman socks на либо kid socks то есть это их основной тэг и да они имеют право в каждом своем листинге ставить woman socks kid socks и так далее там красота смотрите где-то сейчас ребенок побежит дети гоняют вот так же мы за своими покупателями смотрите так же вот мы за своими покупателями бегаем бега пожалуйста пожалуйста вам это надо вам это надо вам это очень надо такое маленькое отвлечение и так а если вы делаете вот эти вот однотипные товары туда они вы легко можете использовать ваш основной тэг допустим как я сказала woman socks да этот woman socks у вас должен присутствовать во всех ваших листингах я смотрела один из магазинов который успешно продает и у них будет как раз вот эти woman sleepers было и у нее было woman sleepers практически на всех 60 изделий до на всех 60 изделий но она ставила этот тэг в разные позиции либо в первую часть либо серединку либо в конец и так далее да то есть он не будет был разбросан опять-таки основной тэг woman's woman socks да дальше мы что смотрим она делает а допустим розовый woman socks и добавлять pink woman socks это уже абсолютно другой тэг это уже абсолютно другой тэг и соответственно люди которые будут искать там розовый носочек у нее будет pink woman socks да но основное ключевое слово woman socks он будет прослеживаться на протяжении всего товарного ряда до который делает либо если вы делаете там в магазине у вас связанные носки вязаные шарфы и вязаные там перчатки соответственно а ваши основные тэги будут конкретный тэг которая описывает ветер смори долг которая описывает вот непосредственно вашу вашу работу поэтому не надо тут переживать и думать как это такое я буду повторять это так везде это нормально да в каждом магазине должны быть в районе 10 основных тегов да по которым вы хотите пропозиционировать весь свой товар а дальше уже идут второстепенный для кого-то мамины носочки там папины носочки что-то там такое я не знаю бабушкины носочки короткие носочки длинные носочки да то есть и это можно прописывать в тегах да это можно прописывать в тегах тайтилл по новому правилам нужно делать так а чтобы он был читаемым для покупателя до чтобы там не было через слово сок пик сокс мамсокс блуз окс дело сок пропуском все так далее да то есть нет а секции должны быть найдите другой вариант носочки инка лэнк сокс до слип мы тут еще смотрели нашли не твой да то есть вязаные что-то такое попробуйте найти синоним даже у чашки до чашка а кап мага болсупа смогу суда потому что американцы из кофе магов пьют суп да то есть вам нужно будет просмотреть и и понять браслеты да хорошо браслет что можно еще назвать визг визг юрии что еще можно арм джиури что можно еще ваб ваб браслета то есть и вот это такие много очень много вариантов да если вы не знаете в если вы не знакомы с то как еще могут эти слова называться до изделия которого делаете но тут значит вам нужно будет немножечко поработать и найти то как это будет называться поэтому не надо там бояться о май га поэтому собачка приближала поэтому не надо бояться и переживать о том что у вас будут много однотипных тегов основные теги они всегда должны присутствовать в вашем магазине основные теги да а а все остальные второстепенные поэтому разберитесь а что будет являться в то есть основным тегом а что будет второстепенном и так это опять-таки небольшое такое вот видео ответ на ваш вопрос по поводу того что делать магазинам если продают однотипные товары кто продает однотипные товары у вас карты в руках вам гораздо проще выйти на первой странице потому что у вас вариантов больше поэтому продолжайте делать продолжайте искать вот эти вот интересные ключевые слова и делайте это с радостью благодарю за внимание всю эту остальную подводку о том что нужно сделать лайк пост репост я не буду говорить так вот у нас веселое с вами видео получилось